Приветствую фанатов GTA! Ну что, продолжаем исследовать тему онлайна, до сих пор, в тех частях, которые я никогда не затрагивал. Если вы помните, первый пробный эпизод выходил уже по GTA Vice City, и мы узнали то, что в принципе в мультиплеере этой игры живой онлайн, и можно найти даже несколько серверов. Аналогичным образом я проверял, как играется в GTA Online в 2024 году, в особенности потестил это дело от лица человека, который не заходил в онлайн на протяжении как минимум 5 лет. Ну что, дамы и господа, вот и прошло время, наконец, посетить GTA 4. Делать это я буду через клиент под названием GTA 4 Connected. Насколько я помню, официальные серваки Rockstar уже давно закрыли. Ну а консоли у меня, как говорится, нет, хотя мы все прекрасно понимаем, что на PS3, наверное, онлайна тоже уже в принципе и нет. Итак, GTA 4 Connected встречает нас вот таким небольшим лаунчером, для этого, кстати, понадобится специальная версия игры, я буду играть на версии 1.0.7.0, чего рекомендую вам тоже сделать. Так, ну и смотрите, сейчас где-то 10.30 утра, и в принципе у меня доступно только два сервера, это Riot Games и Vanilla GTA 4 Free Roam Mode. Наверное, я туда и отправлюсь, потому что там как минимум есть много игроков. Ну и конечно же не забывайте ставить лайки, друзья, спасибо огромное, что это делаете, также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потихоньку я запускаю пока GTA 4. Я должен рассказать вам одну очень интересную новость, дело в том, что я никогда в жизни не играл в онлайн GTA 4. Да, я покупал эту игру, когда еще был Games for Windows Live, но я правда никогда абсолютно не играл в GTA 4 мультиплеер. Я так понял, все, что нужно сделать, это нажать старт, хотя это так странно начинать именно с главного меню, ну окей. Мне не нравится то, что я мышкой могу спокойно ковырять во время загрузочных экранов, по-моему это тупо. Опа, что-то появляется. А это, собственно, появился я, видимо. Здравствуйте, дамы и господа. О, тут чат, кстати, работает. Блин, это прикольно. Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня я впервые в жизни играю в GTA 4 мультиплеера через GTA 4 Connected. Это фриром режим, насколько я знаю, здесь будет просто располагаться куча оружия. Можно будет пострелять как по NPC, так и по игрокам, в принципе. И самое главное, ну ладно, по поводу всяких приколов внутри онлайна мы с вами поговорим отдельно. Итак, поговорим по поводу версии игры. Я сейчас играю на даунгрейн этой версии 1.0.7.0. Насколько я помню, хватает версий 1.0.6 и 1.0.8.0. В принципе, это все работает и со Steam версией, только, как я и сказал, да, ее нужно будет немного задаунгрейдить. Поэтому, друзья, если вы также хотите вкатиться в мир GTA 4 мультиплеера и особо не париться с основными игровыми файлами, рекомендую просто докупить GTA 4 благодаря спонсору этого видеоролика. А в покупке новых игр и пополнении вашего Steam кошелька поможет сайт GGSell. На данном сайте вы сможете без проблем пополнить ваш Steam кошелек с комиссией, составляющей всего лишь до 10%. Ведь на сайте присутствует огромное количество продавцов, способных пополнить ваш Steam кошелек с рекордно низкой комиссией на рынке. Все, что от вас требуется, это буквально ввести сумму для пополнения. Также на сайте есть удобный калькулятор, который позволит рассчитать вам нужную сумму, а также быть из без лишних регистраций, только введение вашего логина Steam. Ведь GGSell это не просто магазин, а полноценная торговая площадка, на которой вы можете как покупать, так и продавать товары самостоятельно. Самое главное обращать внимание на отзывы и на рейтинг самого продавца. Также на сайте присутствуют регулярные розыгрыши, в которых количество призов порадует действительно каждого геймера. А в удобном колесе бонусов можно ежедневно получать дополнительную скидку на интересующий вас продукт. Также на GGSell доступные новинки, а также игры, недоступные на территории РФ. А в удобном каталоге можно найти дополнительные подписки, как на лицензионные программы, на геймпассы, вплоть до полноценного программного обеспечения. Да и вы без проблем сможете получить доступ к другим сервисам ушедших из России. А самое главное это удобная система безопасности, ведь средства после покупки замораживаются, они передаются продавцу сразу же. А по всем возникающим вопросам всегда работает круглосуточная поддержка, которая поможет вам их решить. Так что залетайте на сайт GGSell по ссылочке в описании, пополняйте Steam с рекордной низкой комиссией и закупайтесь любимыми новинками. Итак, если мы откроем карту, то я так понимаю здесь будет отображаться только та местность, которая находится рядом со мной. То есть в плане игроков, правда оружия здесь нет, но в любом случае видите все на иконках, которые находятся на радаре, да? Момент в том, что фрироум режим представляет собой в принципе стандартные перестрелки, которые можно спокойно устраивать со своими друзьями, да, в мультиплеере игры. Кстати, я так посмотрел, она еще неплохо оптимизирована, потому что у меня не проседает игра и по-моему под герцовку она хорошо была сделана. Оригинал у меня от этого очень часто страдал. Блин, наверное, мне придется заблюрить чат, потому что, знаете, в отличие от всяких там онлайнов, в iCity мультиплееров, там такой бред пишут, что лучше, конечно, я вам это докажу одним простым действием. Вот сейчас я его разлочил. Ну, сразу понятно, кто здесь свой, да? Соответственно, во фрироум режиме, я так понимаю, можно в самом-то либо гасить других игроков, либо просто покататься от полиции, да? Я знаю то, что в принципе GTA 4 Connected, она поддерживает не только четверку, она также поддерживает и другие части, то же самое в iCity, тройку, даже, по-моему, сюжетки в каких-то из этих частей можно запустить в той же тройке, по-моему, только финальная миссия-то и работает. Здарова, брат. Ладно, ладно, так уж и быть, я не буду тебя убивать. Можно? Подожди, а как тебе сесть? А я не знаю. О, все, отлично, на G, короче, работает сидушка, и теперь можно чисто с чуваком поугарать. Ну, а на самом деле, на фрироум сервере я не думаю, что можно чем-то конкретным позаниматься, можно, например, качелем легендарным этим сгонять. Ну, и, соответственно, как я понял, чуваки здесь просто получают удовольствие от самой игры, да? Вообще, я, кстати, не уверен, были ли здесь какие-то условные командные режимы, ну, вот за все время в GTA 4 мультиплеер, поэтому люди, которые накатались здесь много часов, я не против какую-нибудь базу узнать от вас. Ну, и, соответственно, мы можем также устроить какую-нибудь дичь, просто пострелять по всем подряд, по кому только получится, и, ну, наверное, не знаю, на часок меня здесь хватит такими темпами. Хотя, кстати, полиция что-то совсем не агрится, я смотрю. Во, только я это сказал, наконец-то они подкатили. Ну, и, в принципе, да, что еще сказать-то, фрироум режим, такой, в какой он есть. Насколько я помню... Так, брат, чисто для контента. Для контента, брат, брат, для контента. Для контента, для контента, брат, для контента чисто. Для контента давай постреляемся маленько. О, хорошо. У меня ник... Нико Дрочка. Под какими спидами я это вообще придумывал? Я знаю то, что GTA 4 Connected поддерживает также всякие скины и трейнеры от того же Золика. 1, 3, 5, 7 у него ник? Или 1, 3, 5, 1, по-моему, да? Ну, а я так понял, люди, которые ставят трейнеры, которые не наказываются во фрироум режиме, мне кажется, они могут, конечно, спавнить технику, спавнить какие-то скины себе, но как будто это чуть-чуть дисбалансно, честно говоря. Чат здесь в полной жопе, потому что здесь есть люди, которые чисто спавнят технику, угорают и... Ну, здесь из-за больше ничего и не происходит. Самое печальное то, что здесь, как таковых ассетов, я смотрю, особо нет, да? То есть, ну, типа вот эти Pain Spray, Immunation, насколько я знаю, они закрыты, ребята. По-моему, там... Нет, именно войти-то можно, я имею в виду, но там не будет абсолютно ничего. Даро, мужики. Там ни продавца не будет, абсолютно пофиг, ничего такого. Вон, кстати, пацаны спокойно ездят. Я не знаю, может ли тут поставить пассивный режим, как в GTA Online, то есть, чтобы тебя именно не убивали. Но вопрос, конечно, хороший. Поэтому фрироум режим, это, кстати, то, что я любил в том же Sampia, например. Ну, в бородатые годы, конечно же. И, соответственно... Ну, а на что он еще рассчитан, да? Чисто погони от полиции, чисто пострелять челов каких-то, вот, например, вот этого. Смотри-ка. Офигеть, у меня с ним пинг огромный. Но я, кстати, убил этого чувака, окей. Да, пинг здесь нереально огромный. С некоторыми челами, может быть. Потому что, я так понял... Неважно, да, откуда он приконнекется. Допустим, вот я нахожусь в одной части мира, да? А он там где-нибудь, ну, не знаю, в Северной Америке, может быть, или в Канаде будет. И у нас пинг пойдет по одному очень интересному месту. Здорово, мужик! Юсуф Амир убил меня. Ладно, это не Юсуф Амир, конечно. А, лол! Мы, короче, одновременно друг друга убили. Но бывает такое. Ну, и, соответственно, на данный момент это пока единственный живой сервак. Кстати, скажу вам чисто от себя. Люди где-то 8 в 9 вечера, когда я вчера переустановил GTA Connected ради ролика, их было гораздо больше, но я, честно говоря, уже хотел спать. Ну, ладно, неважно. Мы, кстати, можем проверить еще какие-то сервера, потому что, ну, с фриромом-то, в принципе, все понятно. К сожалению, я не уверен, как именно выходить из GTA 4, потому что, когда я нажимаю Live, меня игра переприсоединяет еще раз, поэтому приходится нажимать Alt F4. Но, как видите, на любой из этих серверов хотя бы можно зайти. И тут даже есть роллплей-сервера, просто сейчас тут нет онлайна особо. Ну, и гоночки также есть. Здравствуйте, господа. Говорят, этот сервер более живой, чем был тот. Ну, по крайней мере, здесь не матерятся вроде. Это у нас с вами второй сервер. Как я понял, это, опять же... Ну, вообще, это не фриром-режим, как было написано. Это у нас какой-то Rockstar Mod, что ли, или что-то типа того. Короче, смотрите, у нас теперь есть с вами полноценное убежище. Карта, в принципе, такая же. Игроков здесь очень мало. По-моему, у нас только двое есть. Ну, а тем не менее, да, здесь, опять же, вот такая основа. То есть забираешь оружие где-то на спавне на старте, и, соответственно, возвращаешься уже в мир GTA 4 Connected. Вот интересно было бы посмотреть, как, в принципе, работают вот эти все роллплей-сервера, потому что попробуй найди на них онлайн. Тут, в принципе, люди, я заметил, они веселятся. То есть есть вариант, что это именно челы, которые всегда просто угорали и фриромили в GTA 4 онлайн. Либо, я не знаю, ну, типа, людям как-то отыгрывать роль именно в этой игре, смотрю, не особо нравится. Да, им больше нравится буйствовать. Хотя, напомню, в ролике по Vice City, как раз-таки, я постоянно находил именно людей, которые играли вот в эти копы и грабители, что-то такое, да. Был, короче, режим. Им это нравилось гораздо больше. Легендарная физика GTA 4, помоги. О, все, отлично. Ну, например, кстати, по поводу проверки этих самых ассетов. Давай попробуем сейчас остановиться. Это у нас по инспреи типа, да? А, нет, слушай, вообще-то он работает, но... А, я вспомнил, что за прикол здесь будет. Здесь, по-моему, время, короче, не перематывается в GTA 4 онлайн. Да, есть типа такая тема. Но, по поводу магазина Emination, я точно помню, мне товарищ показывал, что в него можно войти. Там, по идее, не будет ассортимента, если только его не заспавнили, соответственно, держатели сервера, да? Но там также и не будет продавца. Что довольно печально. Таноса убили, кстати. Но здесь, кстати, чат можно уже не блюрить. Здесь запрещенок вроде нет. А, смотри, на этом сервере каждый убитый игрок, он, похоже, возвращается обратно на место спавна. То есть, смотри, в отличие от предыдущего сервера, где ты резался буквально там в пяти метрах, да? Здесь, короче говоря, единая точка спавна. Но это местами, конечно, печально. А, ну класс, чел, кстати, еще и вертолет взял. Ну, опять же говорю, он, видимо, с тренером, да, каким-то катает. Ну, а как еще по-другому-то здесь? В общем, это и есть, и правда, такое ощущение, как будто GTA 4 Connected даже местами оптимизирован лучше, чем оригинальная, блин, GTA 4. Не, я вам серьезно говорю, здесь гораздо приятнее играть, но, опять же, вот физика, да, физика мотоциклов, это, к сожалению, здесь никуда абсолютно не делось. И, в принципе, кстати, этот сервер идеально подходит как раз-таки для перестрелок от полиции, потому что на спавне есть куча оружия, и, в принципе, тебя реснет так же неподалеку, да, если тебя в итоге прижмут. Денег, я, кстати, посмотрю, здесь нет. Ну, это довольно печально. С другой стороны, учитывая статус сервера, а нужны ли вообще здесь деньги? По-моему, нет. По-моему, здесь чисто все построено именно на развлечении. И почему, кстати, все-таки написано, что это Rockstar Mods или как-то так? А в чем разница вообще? Она есть? Но могу вам сказать, если бы я, наверное, все-таки в детстве не филонил, и сразу же попытался разобраться с вот этим GTA 4 Connected, да, нет, кстати, вертолет доступен здесь на спавне прямо. Мне кажется, я бы в бородатые годы получил удовольствие. Хотя, скажу вам честно, от сам ПТ я тоже получал, когда еще было время, да. Но нормально, неплохо, в принципе, вернуться к GTA 4 Connected спустя такое время и чисто пощупать, потрогать, посмотреть, как оно было-то в 2008 году. Если мы нажмем Leaf, то, видите, нас снова будет переприсоединять на тот же самый сервер. Да, Loading Game Mode и... Ну вот, типа, мы опять здесь. Thanos и SLBHU, это опять те же челы, которые у нас были. Все еще не знаю, как правильно выходить отсюда, но, ладно, это, в принципе, не важно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть, если, конечно, наберется что-нибудь. Я зашел на какой-то сервер... Ёлки-палки! Вот это я ультанул, ребята! 1920 на 1080! А, простите, что? Найс! Найс изображение! Я, короче, реально вернулся, походу, в 2008 год. Обалдеть! Оно реально работает, но... Оно очень... Подожди, а что с разрешением экрана-то я не пойму? Блин, ладно, я сейчас просто тыкаю куда-нибудь, лишь бы попасть, я не знаю. А, игре нужно больше людей! Я, короче, расшифровал вот эти квадратные надписи пиксельные. О, господи ты, боже мой! Не, ребята, тут я ливаю. Итак, здравствуйте, дамы и господа! Это сервер под названием EU Connected, и у нас здесь... Ох, ё! Создать аккаунт еще надо? Блин. Ладно, к такому я, конечно, не был готов. Только... Подождите, что-то роллплей пошел не по плану, походу. Эээ, дайте что-нибудь сделать, дайте реснуться, умоляю. Окей, я могу просто открыть карту Liberty City. Слушайте, по-моему... Liberty. По-моему, что-то сломалось, потому что... Я, типа, создал аккаунт... Нет, в ICT мультиплеере это тоже надо было делать. Но там как-то все пореже, что ли, было. Окей, господа, я просидел на этом сервере еще минуты 4, у меня ничего не изменилось. Чтобы вы понимали, на почту мне тоже ничего не приходило, что я могу, например, поиграть на этом сервере. Какой, конечно, кошмар. Итак, здравствуйте, дамы и господа, еще раз. Мы находимся с вами на сервере EU Revolution, или как-то так это называется. Короче, это снова, к сожалению, фрером режим. И, в принципе, эм... Ну, вот и я тут. Кикбэк, Liberty Playground. Не, подожди, я, типа, рэди. Смотри, тут, короче, можно выбрать локацию, где я буду, видимо, спавниться, да, и какие-то правила сервера. Проблема в том, что... Надо, чтобы все рэди, типа, нажали, или как? Ммм, странно, но... Че-то типы у меня... Они вроде как должны быть в игре, но у них галочки-то рэди не стоит. Ну, типа, плеерс, вот, плеер 1, плеер 2. А нет, окей, вот один нажал. А вот нажмет ли сейчас лидер сервера, я не знаю. Так, прошло где-то пару минут. Во! И мы, наконец-то, в деле. Это еще один, друзья, фрером сервер. EU Revolution 4, вон он называется, да. И, в принципе, да блин, ну, это, опять же, стандартный, видимо, фрером режим, да? Кстати, хп здесь нормальный у игроков. Зацени-ка. С пистолет надо очень долго их гасить. Ну, считай, кстати, я теперь выпилил весь сервер официально. Еще, друзья, что я вам могу сказать? Ну, да, пока вот превозобладают фрером сервера. То есть, это чисто первая половина суток, скажем так, да? Без фрером серверов, соответственно, никуда ты не денешься. На роллплеи все в основном заходят вечером, если мы говорим про, ну, условное московское время. Connection to network is not available. Классно. Окей, мне кажется, это возникло только по причине того, что, наверное, либо челы дисконнектнулись, либо сервер положили, либо что-то в этом роде. Ладно, пришло время, наверное, подводить какие-то итоги, дамы и господа. Давайте по порядочку. Итак, сегодня я первый раз в жизни, наконец-то, дошел до GTA 4 мультиплеера, который сейчас существует благодаря штуке под названием GTA 4 Connected. Онлайна здесь не так много. Могу сказать то, что утром даже в том же Vice City мультиплеере было онлайна поболее все-таки. Но, опять же, я говорю, если смотреть вечером, то как раз-таки в GTA 4 Connected он будет превозобладать еще и, к тому же, на фрером серверах. Потому что Vice City тоже дело тестировал, там его было гораздо меньше вечером почему-то. В целом-то оно играется неплохо, отражена вот эта эпоха, да, 2008-го года, конец нулевых, начало десятых, да, когда GTA 4 мультиплеер, так скажем, прокладывал дорожку к уже великой GTA Online. Но я знаю, что ролик уже вышел на канале, вы можете посмотреть, что с ней стало. Жалко только, что таков вам, конечно, не показал, но в комментариях можете посмотреть текущий статус, конечно же, этого мультиплеера. В принципе, все довольно неплохо, устанавливается он довольно легко. Условные версии я вам обозначил еще в начале видоса. Ссылочку на GTA 4 Connected я оставлю в описании. Единственное, что вам нужно будет сделать, это привязать, соответственно, папку с игрой, где находится экзешник GTA 4, к GTA Connected. И все, у вас спокойно запустится это дело, вы можете побегать, поугарать, если есть люди постарше, смогут даже поностальгировать по тем временам, когда еще официально играли в мультиплеер GTA 4. Ну а с вами был Спектр, это было, в принципе, неплохо. Попробую дальше попутешествовать по мультиплеерам различных частей GTA и посмотреть в итоге, до чего мы с вами дойдем. Предыдущие видосы по GTA находятся в конечных заставках сейчас на экране, буду рад посчитать комментарии от олдов, которые знают очень много по поводу старого мультиплеера GTA 4. Также не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал и играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Обязательно услышимся, всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok